привет друзья давайте с вами сегодня поговорим по поводу нехватки времени знаете такая очень актуальная тема очень актуальная особенно вот то что я сейчас работаю да работаю в сетевом бизнесе мы работаем дома и нам очень важно уметь себя организовать вот это вот очень важно я всегда говорю что с одной стороны это хорошо что у нас нет начальника а с другой стороны это плохо потому что есть некоторые люди которые они не могут организоваться не могут работать без начальника им надо именно до руководить и надо сказать вот сделай это и это сделай отсюда и досюда и все ты вот тут надо самим самим время находить как-то на эти вот времени все не хватает его всегда не хватает и когда люди говорят я знаете это самое частое возражение которое мы слышим знаете у меня сейчас времени нет вот сейчас там школа заканчивается примеру начнется лето детям из школы там все у меня времени больше будет я вам напишу или человек уже пришел допустим и ничего не делает ничего не делает не работает ничего нигде и такой спрашивает что в чем в дело ты же хотела там да вой времени нет сейчас вот ребенок до школу ну что на стоит что получается ребенок школу закончил лето наступило вроде бы времени много вроде бы а хочется поспать а хочется тут в отпуск сам ушел тут какие-то грядки начались огород начался там шашлыки какие-то на речку надо туда надо и вот и вроде бы день длиннее дали этом же по длине и цветовой день хоп и лето пролетело потом говорят ой вы знаете лета сейчас мы отдыхаем отпуск там вот сейчас ребенок в школу пойдет больше времени да ничего подобного не будет этого времени больше и времени свободного никогда не будет понимаете никогда всегда нужно как-то ужать свои дела и найти время для того что ты хочешь сделать если тебе это дело интересно то ты по-любому найдешь время вот если ты есть есть куда хобби у тебя читать ты любишь вязать ты любишь там вышивать ты любишь но не знаю все что угодно готовить ты любишь убираться любишь там шить да ты все равно находишь время и это это вред ты даже не задумываешься об этом держать мне взять время чтобы заняться своим ходом ничего подобного она как-то само собой раз и находится а вот когда ты хочешь делать вот когда ты хочешь что-то делать тебе это необходимо сделать но ты-то не любишь делать вот тебе это не хочется, да, вот тогда да, тогда проблема. Знаете, у меня одна подруга, одноклассница моя, она такую вещь сказала очень интересную, у меня вообще запомнились ее слова. У нас умер одноклассник. Несколько лет назад встреча одноклассников была, и буквально через день он умирает. И мы с ней разговариваем, она говорит, ты знаешь, Наташа, он говорит, после того, как вот он умер, я себе дала слово. Всегда, когда меня сейчас куда-то зовут, на какую-то встречу, я все дела бросаю и еду. Нет времени, есть время, вот все, все бросаю и еду. Потому что мы всегда находим время сходить на похороны, сходить на поминки. А когда человек жив-здоров, у нас не хватает времени пообщаться. Вы обратили внимание, что в последнее время у нас дефицит общения? Вы обратили на это внимание? У нас интернет, у нас, вроде бы, как быстрее же мы это все делаем-то. Телефоны у нас сотовые, то есть нам не надо бежать на какой-то переговорный пункт разговаривать, с другим городом, с родственниками. Нам не надо там, ну много чего делать не нужно. У нас жизнь-то упрощается вроде бы как. С приходом вот этих всех технологий новых у нас жизнь упрощается. Времени не становится больше. И получается, что мы же находили раньше время, письма писали, на переговорный пункт ходили, разговаривали. А мы общались больше, у нас было больше времени, мы могли собраться и пойти к подруге там через дорогу чай попить, поболтать. Или выйти просто вот во двор за ограду на скамейке посидеть, поговорить. Находили время для этого. Вы обратите внимание, сейчас тишина, улицы все, потому что все пусто везде, все сидят в интернете. Ну, понимаете как, я всегда говорю, дали нам свободу. У нас сейчас демократия, дали нам свободу. А что делать с этой свободой, нам не сказали, нас не научили. Не каждому человеку свобода идет на пользу. И когда человеку даешь свободу, у него вместо того, чтобы больше времени стало, у него его меньше становится этого времени. Может я как-то так объясняю, не знаю. Но вот как у меня мысль идет в голове, да, что, зачем говорить. Свободу дали, они научили, как ее распланировать, эту свободу. Времени свободного у нас должно быть больше. Нам облегчают жизнь нашу. Всевозможные вот эти вот гаджеты, всевозможные какие-то кухонные приспособления там. И что-то упрощают они нам жизнь. А у нас не становится жизни больше. Мы сидим в интернете, тупо сидим. Сколько сейчас людей, которые в интернете играют. Сколько людей сейчас играют в интернете. Это просто кошмар. Но опять же, это их право, это их выбор. Каждый человек делает свой выбор сам. И вот нехватка времени, да, всегда говорят, мне не хватает времени. Вот я в декрет уйду, у меня будет больше времени. Ушла в декрет, ну там немножко посидела. Там подготовка к родам, потом там ребенок родился. Опять нет времени. Вот сейчас у меня немножко ребенок подрастет, у меня будет время. Ничего подобного. Подрос немножко ребенок, кстати, ребенок отдала, ребенок болеть начал. Вот сейчас ребенок в школу упадет, будет время. И таким образом проходит жизнь. Понимаете, проходит жизнь, и мы не находим времени. Мы не находим времени для того, чтобы расти, чтобы развиваться. И мозги у нас... Понимаете, человеческий мозг – это такая вот вещь необъяснимая совершенно, абсолютно необъяснимая. Его надо тренировать. Нужно каждый день как минимум стихотворение новое выучить какое-то, что-то еще. Потому что мы деградируем, мы деградируем. Мы деградируем, сидя в декрете, мы деградируем, сидя дома. Мы деградируем, когда мы работаем и выполняем одну и ту же работу. Есть такие люди, которые выполняют работу одинаковую. Как говорят, узкая специализация. Мы деградируем. Понимаете? Мы книги начинаем читать какие-то, ну совсем-совсем-совсем легкие, ни о чем. Мы передачи какие-то начинаем смотреть, ну совсем-совсем, которые бы, может быть, и не нужно было смотреть. Вот такие какие-то, знаете, типа сплетен всяких там, склоки. Мы смотрим новости, которые, ну, наверное, их не надо было бы смотреть, эти новости. Вот смотрите, что в новостях-то показывают. Сплошной негатив. Включишь и жить не хочется. Ну, вот как-то так. И это вот самое такое возражение и самая такая отговорка у людей, когда человек не хочет что-то делать. Это тоже, кстати, очень выгодно. Когда человек не хочет что-то делать, он говорит, у меня нет времени. Все. И вот даже апеллировать нечем. Абсолютно. Абсолютно. Ты же не можешь прийти к этому человеку и сказать, так, давай я тебе составляю распорядок дня, и у тебя вот сразу время находится. Ничего подобного. Ну, ты же не сможешь так. Ты не можешь вмешиваться в личную жизнь человека. Знаете, есть такие люди, которые все делают по правилам. Я завидую таким людям. Я человек очень неорганизованный. Есть такие люди, которые, например, вот у них баня только в субботу. У них там, например, стирают они раз в неделю. Вот прямо вот все у них по полочкам разложено. И это до такой степени у них уже в жизнь вот эта все привычку вошло, что они даже не задумываются это делают. Я помню, у меня подружка моя, одноклассница, мы еще были совсем маленькие, и вот я к ней приходила домой. В школе мы учились, и у нас, когда были летние каникулы, я приходила к ней домой. Ну, я как ребенок, господи, у меня бабушка, мама там, как-то меня особо не загружали там домашними делами. Ну, что там, какие там сильно могут быть домашние дела. А она жила с папой, с братом, без мамы. И я прихожу к ней домой, и вот у нее еще уже со школы, это где-то были, ну, средние классы, у нее уже в то время все было распланировано. Вот, понимаете, вся жизнь у нее была уже упорядочена. Я прихожу к ней домой и жду ее, когда она может идти играть. А она не может идти играть, потому что она сначала моет посуду, потом она ее там сушит, вытирает, потом она снимает дорожки, все там, ну, мы жили в селе, в своем доме в деревенском. Она снимает все дорожки, которые вот там, выносит их на улицу, выхлопывает, развешивает их на заборе. Потом она выметает весь пол, каждый день. Потом она этот пол весь моет. Потом она эти дорожки обратно стелит. Потом она там на веранде все, на крыльце все это выметает. Потом, может быть, ей вот сегодня нужно прополоть грядочку какую-то одну, потому что там огород. И только потом она свободна. Каждый день. И у нее даже не было в мыслях, чтобы возмутиться, сказать, да я ребенок, я там, мне надо. Нет. До такой степени она, жизнь такая у нее была, вот организованная какая-то. И знаете, с одной стороны, таким людям проще. Он не задумывает, что же мне сегодня сделать. Он не задумывается об этом. Он встает, и у него все пошло по накатанной. У меня же, блин, у меня сплошной сумбур. У меня сплошной экспромт в жизни. Вот я утром встала, ну, чай попить, собаку покормить, там, это все животные, да, это все уже как бы, ну, тут даже не обсуждается, конечно. Дальше началось. Села, поработала, там куда-то захотела, побежала, пока водичку налила, пока обратно бежала, посмотрела, ой, что-то окошко надо, наверное, протереть, помыть, ой, а там пыль, там протерла. Так, цветы надо полить, опять прибежала, села, опять убежала. И я вот так весь день. И вроде бы я делала-то, кучу переделала, но это у меня так все спонтанно, вот как-то вот так. Причем я веду ежедневник, я записываю все в ежедневник, у меня все там, все по полочкам разложено, все написано. Но вечером я сажусь, так, это сделаю, это сделаю, я все сделала, я все сделала, что я задумала. Но я не так сделала по порядку, что вот пошла, постирала, потом, допустим, пошла, поработала, пошла, то-то сделала. У меня так, пока стираю, куда-то побежала, пока машинка там крутится туда-то, прибежала, белье, значит, переложила, у меня машинка полуавтомат. Опять куда-то побежала, я пока стираю, я еще 48 дел переделываю за это время. В общем, вот такой человек, и понимаете, я пыталась себя перевоспитывать, я пыталась себя перевоспитывать. Знаете, я поняла, что это бесполезно, это бесполезный труд, вообще, абсолютно. Уже каким-то, наверное, родился, таким-то уже и пригодился, вот так, точно. Причем я пыталась, знаете, себя еще перевоспитывать, в каком плане? Я очень быстро привязываюсь к людям, очень быстро. Сейчас я как-то на это уже внимания особо не обращаю, то есть я очень быстро привязывалась раньше, И я очень потом переживала, когда расставались с людьми, то есть тот-то человек, к которому я привязалась, ему-то абсолютно наплевать, он просто пообщался и все. А я-то уже прям привязалась, прям серьезно-серьезно. И потом я очень переживала, когда приходилось расставаться с этими людьми, когда я понимала, что я для этого человека ноль. Просто мимо проходящий, так сказать. А я уже вот привыкла. Часто кидаюсь на помощь, когда, может быть, мою помощь никто не просит. Но я считаю, что так надо сделать. Я не знаю, почему я так считаю. Ну, характер такой. И пыталась я уже себя перевоспитывать. Не лезь, бесполезно, вы понимаете, бесполезно. И я уже махнула рукой, и я поняла, что я такая, какая я есть. Я не буду в себе копаться. Я не буду себя перевоспитывать. Я уже буду жить, как я живу. Зачем я буду себя гнобить, ругать, заниматься вот этим самоуничтожением, уничижением, занижать свою самооценку, если я такая? Ну, я такая. Ну, все же люди разные, правильно? Знаете, если честно, я даже не помню, с чего я начала. Как-то сумбурно все получилось. Но я думаю, что интересно было следить за ходом моих мыслей. Мне само интересно всегда, когда я что-то записываю, когда я вот так общаюсь, мне само интересно, что из этого получится. Потом просматриваю и сама думаю, господи, я совсем не хотела это говорить. Я хотела сказать абсолютно другое. Ну, все, ребят, пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok